Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Уникальная робототехника может сама находить источники радиационного излучения и обезвреживать их. Это единственный в вооруженных силах России комплекс мобильного поиска, сбора, идентификации ионизирующих излучений. Робот со своей задачей справился на отлично. За успешные учения на Балаковской атомной электростанции генерал-лейтенант Эдуард Черкасов пожал роботу руку. По моему мнению, все федеральные ведомства проявили высокую организованность. Войска показали хорошую выучку. Твердая хорошая оценка. Даже может быть больше, чем хорошая. Октябрь в Самаре по-прежнему показывает свой суровый характер. Циклон, пришедший к нам с Северного Ледовитого океана, не собирается так просто сдаваться. МЧС на выходные объявила штормовое предупреждение. Порывы ветра могут достигать скорости 15-20 метров в секунду. Нас ждут метели и гололедица. Ночные температуры могут опускаться до минус 12, да и днем температура будет колебаться в районе нуля. Но синоптики обнадеживают. В конце следующей недели немного потеплеет до 6-12 градусов. Все чрезвычайные службы региона призывают автомобилистов быть предельно осторожными на дорогах и рекомендуют поменять летние шины на зимние. По всем фронтам. Отопительный сезон в Самаре стартовал еще 8 октября. В первую очередь к теплу подключают детсады, школы, больницы. Затем уже жилые дома. Охвачены уже более половины объектов соцсферы и треть многоэтажек. Процесс подключения отопления технологически непростой и может занять до двух недель. Управляющие компании тоже не сидят сложа руки. Как идет подготовка к отопительную сезону в одном отдельно взятом доме, расскажет Валерия Макарова. Внезапные холода, жаркое время для коммунальных служб. Устранять аварии теплосетей ПТС помогают управляющие компании. В доме 148 на 22-го партсъезда ремонтируют тепловой ввод. Тепловые ввода и все наружные сети, они не относятся к общему имуществу многоквартирных домов. В связи с тем, что ситуация в Самаре действительно колена, снег пошел, по обращению предприятия ПТС, мы помогаем, так скажем, на наших домах ремонтировать вода. Работы в этом доме обещают завершить за два дня. Управляющая компания ЖКС на вверенной им территории отремонтировала уже каждый третий проблемный ввод. Раньше эти коммуникации считались бесхозными, а теперь за них отвечают теплосети. В завершение работ больше всего, конечно, ждут жители. Ждем тепла. Сегодня уже плохо спали, очень холодно было. Очень холодно. Ждем тепла. Дома, которые обслуживает компания ЖКС, к приему тепла готовы. Однако в управляющей компании подчеркивают, когда появится отопление, зависит и от теплоснабжающей организации. Валерия Макарова, Станислав Левин. События. Наш корреспондент Валерия Макарова побывала сегодня и в тех домах, где отопление уже дали. Их обслуживает муниципальная управляющая компания. Какую оценку работе коммунальщиков дали жители, расскажем в нашем следующем сюжете. Отлично, дали тепло. Все нормально, можно даже снять все, уже тепло идет. Жителям дома 122 на Чапаевской больше не придется утепляться. Сегодня здесь дали отопление. Я военный пенсионер, поэтому постоянно хожусь дома почти. Каждый год нам вовремя дают тепло. В этом году уже чуть-чуть, по-моему, пораньше даже давали. У нас маленькие дети, поэтому нам очень интересно, чтобы вовремя подавали. Чтобы в дом пришло тепло, в подвале открывают специальные задвижки. Делают это не спеша, чтобы трубы заполнялись горячей водой постепенно, и их нигде не прорвало. Слесарь внимательно следит за давлением и температурой. Отсюда тепло поступит в три дома. Если авария все-таки случится, сообщить об этом можно по телефонам горячей линии. Они работают круглосуточно, как аварийная бригада, которая устранит прорыв. Задача была Плавим Андреевичем Василенко поставлена. Работаем круглые сутки, включая, начиная с директора, окончая следствием, начальником ЖЭО. Никуда не уезжаем, даже на выходные. Поэтому мы все здесь всегда на боевом посту. Только эта управляющая компания уже подключила к теплу порядка 120 домов и планирует на выходных включить отопление еще в 400 многоэтажках. За эти две недели коммунальщики планируют работать без отдыха. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, События. Прелестились выгодным предложением и попали в просаг. О проблемах самарских дольщиков, которые свои деньги опрометчиво доверили сомнительным бизнесменам, говорили сегодня на заседании межведомственной комиссии. В центре внимания областных и городских властей судьба сразу девяти долгостроев. Марина Матвеевшина узнала, какие у них перспективы. Справить новоселье в доме на Кольцевой дольщики должны были еще лет 10 назад. Но вместо обещанной им 11-ти этажки здесь стоит замороженный недострой в пять этажей. Жертвами недобросовестного застройщика ЗАО «Гагаринец» стали 97 человек. Среди них сын Ирины Барановой. Что-то мы продаем где-то каким-то образом, он берет кредиты и вносит полную сумму. И в «Гагаринце» покупает 86 метров. Но вот уже до сегодняшнего дня, уже 10 лет, мы ждем свое жилье. На заседании межведомственной комиссии по вопросам обманутых дольщиков принимают решение предоставить пострадавшимся инвесторам жилье в других новостройках. А также ищут возможность достроить дом на Кольцевой. Были направлены обращения к 30-ти застройщикам с предложением рассмотрения возможности завершения строительства объекта в счет компенсации затрат новым застройщикам, по результатам которых были проведены совещания. Напомню, что этот участок сложный, разрешения на строительство люди не получали, строили на землях трех собственников фактически. На заседании рассматривают несколько особо сложных объектов. Сейчас в Самарской области порядка 2,5 тысяч дольщиков. И еще три года назад их было в шесть раз больше. Реализуется программа оказания господдержки гражданам, пострадавшим от действий недопросовестных застройщиков. Разработаны комбинационные мероприятия с целью привлечения инвесторов для завершения строительства проблемных жилых домов. Активно работают правоохранители органов, за что им спасибо. Эти меры приносят результаты. В этом году введены в эксплуатацию проблемные объекты в Тольятти, в Ленинском районе Самары. Еще один дом в Самаре на 258. Квартира запланирована сдать в декабре. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков. События. Старейшая клиника Самары сегодня отметила свой юбилей. Больница имени Пирогова, или как любовно называют горожане Пироговки, исполнилась 140 лет. За почти полтора века медучреждение прошло долгий путь. От скромной земской больницы, где в штате было всего пять врачей, до современного центра. О значимости которого для города говорит хотя бы тот факт, что почти половина самарцев появилась на свет именно здесь. Среди них, кстати, и дети сотрудников телеканала «Самара ГИС». Марьяна Мирная присоединилась к поздравлениям. Пять врачей и 12 медсестер. Скромная земская больница зародилась в Самаре 140 лет назад. Теперь ее знает каждый житель Самары. Городская клиническая больница имени Пирогова празднует сегодня юбилей 140 лет со дня основания. Сейчас в стенах медицинского учреждения трудится больше полутора тысяч докторов, сестер, санитаров. Сами медики лучшей благодарностью за труды считают вставших на ноги пациентов. Самая лучшая благодарность, что лично для меня, когда больные увидят меня, они улыбаются, здороваются и очень рады, довольны, что я к ним захожу на другой день после операции в палату. Сейчас больница рассчитана на тысячу коек, оснащена 17 операционными и активно продолжается модернизация. Лучшие медикаменты и оборудование – все необходимое для спасения человеческих жизней и рождения новых. В год в знаменитой Пироговке на свет появляются 6 тысяч малышей. То, что как у нас сложилось, пока на сегодняшний день, конечно, это больница огромная и она очень-очень значима для нашего населения. Здесь, кроме того, чтобы оказывать скорой медицинской помощи, есть направления, которые вы ведете на самом высоком уровне, являетесь лидерами в области и где-то, может быть, даже поддельным направлением лидерами в стране. Ваш коллектив всегда отличали такие качества, как высокий профессионализм, благородство, оперативность, готовность жертвовать собой ради того, чтобы людям было хорошо. И не случайно, что в столетие со дня основания вашего учреждения вы были награждены одной из высоких наград Советского Союза – орденом «Знак почета». Не каждое учреждение может похвастаться такой наградой. У вас она есть. Почетные грамоты, благодарности и памятные подарки из рук первых лиц губернии получили лучшие представители медицины – сотрудники легендарной больницы имени Пирогова. Мариана Мирная, Константин Головин. События. Диетологи бьют тревогу. По данным НИИ питания, проблемой избыточного веса в России страдает каждый второй мужчина и больше половины женщин старше 30 лет. Можно ли победить ожирение? Ответ на этот вопрос искали участники межрегиональной конференции «Оптимизация питания населения». Среди них и главный диетолог страны Виктор Тутильян. Азбучные истины правильного образа жизни еще раз напомнит Лариса Шалафаст. Есть надо уметь. А представьте себе, что большинство людей есть вовсе не умеют. Нужно не только знать, что есть, но и когда, как. Утверждение знаменитого булгаковского профессора спустя столетия актуально как никогда. Диетологи бьют тревогу. Население страны продолжает толстеть. Пищевая индустрия делает все, чтобы люди больше покупали и больше ели. Мало кто задумывается о последствиях. Например, чтобы сжечь небольшой кусок торта, нужно бегать два часа. Впрочем, у каждого человека свои особенности. И прежде чем садиться на диету, нужно пройти полное обследование. Это куча датчиков. На него одевается маска. Он не дышит свободно. И это все динамики. Дорожка ездит, поднимается. Основная причина лишнего веса – регулярное переедание и малоподвижный образ жизни. Правильные пищевые привычки нужно воспитывать с детства, уверен главный диетолог страны Виктор Тутильян. Приоритеты престижности продукта – вот жирное, побольше. И результат незаметно, но уже к 30 годам и после 30 – это уже 55% имеет избыточную массу тела, а 26 – ожирение. От питания человека напрямую зависит его здоровье, говорят врачи. Даже многие заболевания можно вылечить, придерживаясь определенной лечебной диеты. На межрегиональной конференции ведущие диетологи страны обсудили, как усовершенствовать систему питания в лечебных учреждениях области. Сегодняшняя конференция в Самарской области – это знаковая, потому что лечебное и диетическое питание, с нашей точки зрения, является неотъемлемым компонентом именно комплексного лечения пациентов. И это лечение действительно начинается, оно и на амбулаторном уровне должно быть, как компонент терапии. И, естественно, этому вниманию должно много уделяться в стационарах. Чтобы не набирать лишний вес, диетологи советуют питаться 4-5 раз в день небольшими порциями. Каждый день в рационе должны быть крупы, ржаной хлеб, отварное мясо, овощи и фрукты. Специалисты настоятельно рекомендуют совсем отказаться от фастфуда, сладостей и газированных напитков. Лариса Шалафаст, Станислав Левин. События. «Право на маму» в финале всероссийского конкурса. Проект нашего телеканала, посвященный проблемам детей-сирот, отметили на высшем уровне. Заявки на участие в конкурсе «Семья и будущее России» подали 450 претендентов на победу. 80 из них теперь поборются за призовые места. Среди них и авторский проект Инессы Панченко «Право на маму». За три года эфирной жизни программа помогла обрести семьи десяткам детей. Алина Чемерис радовалась успехам коллег. «Вы такое большое дело делаете. Если бы не ваши вот эти такие живые, такие натуральные, вот они не специально отрежиссированы, а просто сценки из жизни ребенка». «Право на маму» сироте Ване Москалеву подарила Алена Филиппова из Санкт-Петербурга. Женщина увидела передачу о мальчике, которую наш телеканал снимал в прошлом году. Этой осенью ребенок обрел семью и уехал жить в северную столицу. Рассказать о судьбе детей-сирот, помочь им найти родителей, незадача, миссия проекта «Право на маму». За три года существования программы ее создатели рассказали о судьбах 160 ребят. 128 из них уже нашли маму и папу. «Лично я больше всего люблю «Право на маму» за наши счастливые истории. И рассказывая о них, я сама поверила в то, что чудо есть. Действительно, как иногда люди находят друг друга, просто трудно поверить в это. Вот случается такая маленькая сказка, и ты понимаешь, что все хорошо». Все три года программу ведет Инесса Панченко. Под ее руководством проект «Право на маму» не раз становился лауреатом различных фестивалей, удостоился национальной премии «Серебряный лучник». На этот раз передача «Право на маму» вышла в финал всероссийского конкурса «Семья и будущее России». Проект нашего телеканала отметили среди 450 работ со всей страны. «Самая там трогательная и самая волнующая судьба, если она сделана так, абсолютно равнодушным сердцем, то она вряд ли заставит кого-то там задуматься, взволноваться, что-то сделать, предпринять шаги. Ведь здесь, понимаете как, здесь люди не только посмотрели, они пошли дальше, они решили изменить свою жизнь после программы. Но это же правда здорово, это значит действительно хорошо сделано». Создатели программы «Право на маму» уверены, если проект помог хотя бы одному ребенку найти семью, значит он уже оправдал себя. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События. Самарская система образования – одна из сильнейших в России. Сегодня в школах города обучается более 100 тысяч ребят. Большинство также занимается в театральных студиях, центрах технического творчества и спортивных секциях. Всего в столице региона более 60 учреждений дополнительного образования. Насколько важно совместить учебу и увлечения, самарские работники сферы образования рассказали коллегам из других городов. Гости отметили высокую организацию летней оздоровительной кампании, упорно-патриотическое воспитание детей. Впечатлили их и достижения юных техников, особенно в освоении беспилотных технологий. Дополнительное образование, оно и сегодня существует такое мнение, оно даже в большей степени помогает детям определить их будущую профессию. Помогает понять, что им интересно, да? Помогает выявить их склонности и направления. Но, безусловно, они должны быть подкреплены и успехами предметными. Самара стала модной столицей России. Поволжские сезоны Александра Васильева в 15-й раз собрали молодых дизайнеров со всей страны, от Кавказа до Сибири. В этом году конкурс посвятили Году литературы. На подиуме одежда, созданная по мотивам произведений классиков и обращения к национальному костюму. Впрочем, большинство моделей вполне могут украсить и повседневный гардероб модниц. Марина Красцова не удержалась и тоже присмотрела себе наряды. Году литературы посвящается. Роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» вдохновил молодых самарских дизайнеров. Бруски аксессуары, ткани с отблесками золота – почти королевский шик. Экономические санкции моде нипочем. В России умеют жить красиво и при небольших затратах. Мы вдохновлялись как раз самим собором, его архитектурным устройством, как раз вот этой галереи королей. Это убранство, оно выглядит достаточно ярко. Вот это вот богатство есть, присутствует. Но я бы не сказала, что очень дорогая коллекция. Модельеры уверены, все это будет носиться. Коллекция участвует в номинации «Костюм-реальность». В этом году поволжские сезоны стали по-настоящему всероссийскими. В финал прошли 24 коллекции. Среди дизайнеров – представители Карачаева, Черкесии, Москвы, Санкт-Петербурга, Иваново. На моду смотрят широко. Изюминкой стали коллекции в этническом стиле. С армянским орнаментом или в мусульманских традициях. Длинные юбки, сдержанная цветовая гамма. Ирина Саитова из Тюмени сделала актуальной и современной традиционную одежду сибирских татар. Перфорация на коже авторская. Авторский рисунок выполнен по мотивам национального узора сибирских татар. Вот в этой, например, модели здесь есть и перфорация. И то, что она распашная – это традиционный силуэт. Молодые дизайнеры уверяют, в последнее время интерес к отечественной одежде стремительно растет. Причем мода от начинающих кутюрье не бьет по кошельку. Цена на дизайнерские вещи начинается от тысячи рублей. А качество исполнения и художественная идея костюмов, которые уже 15 лет представляют на поволжских сезонах, оценили не только российские модники, но и мировые эксперты. Замечательный праздник моды и красоты и, конечно же, театрального костюма. Я очень благодарен публике, которая поддерживает наши сезоны. Ваше участие для нас особенно важно. Фестиваль «Поволжские сезоны» вошел в число главных культурных символов Самарской области. Из всех подобных мероприятий, которые проходят в Российской Федерации, только фестиваль «Поволжские сезоны» включен в мировой календарь модных событий. В этом году в тренде оказалась классика. Гран-при фестиваля в Новокуйбышевск увезли театр-студия «Грань» и художник-дизайнер Елена Соловьева. Жюри очаровали костюмы к спектаклю «Таня, Таня», а зрителей – подача, искренние эмоции и театральные действия на сцене. Марина Кравцова, Константин Головин, События. Надежда не оправдалась. Самарский клуб ЦСКА ВВС дома потерпел двойное фиаско. Принципиальный соперник еще по российской хоккейной лиге Саранский клуб «Мордовия» оказался более расторопным. Почему же так получилось, пытался понять Сергей Кизоркин. Разочарованию самарских болельщиков не было границ. Хоккейному клубу ЦСКА ВВС с самого начала не повезло. Первую домашнюю серию игр военные летчики проиграли Саранской «Мордовии». Счет 3-4. Не помогли даже после матчевой булиты. Саранский вратарь стоял насмерть. Главный тренер самарца Владимир Шаханов оправдывается. Его хоккеисты психологически были не готовы к встрече со столь серьезным соперником. У нас с самого начала присутствовала сковность, какое-то волнение, несмотря на то, что есть ребята и опытные. Ребята переживали, что не сразу все вошли в игру. Потом вроде как вкатились, началось кое-что получаться. Довели дело до булитов и, наверное, устали. Но и на следующий день военным летчикам не удалось реабилитироваться перед фанатами, хотя поначалу казалось, что удача им улыбнулась. Не прошло и 15 секунд после начала игры, как отличился нападающий Александр Исмайлов. Шайба после его мощного удара угодила в защитное ограждение за воротами саранской команды, отрикошетила сначала в спину голкипера, а потом и в сетку ворот. 1-0. Но уже после перерыва отдохнувшие саранцы взяли реванш, забили четыре шайбы, хоть это и было, признаются, непросто. Тяжело было после первого периода команды поднимать на хорошую игру. Ну, в это время, как сказать, должны быть помощники в команде, кто сможет игру поднять. Ну, в данном случае, вот у нас первое звено. Самарские хоккеисты огрызнулись лишь однажды за пару минут до финальной сирены. Но это уже была шайба престижа. На победный результат ЦСКА ВВС она уже никак не повлияла. 2-4, только встречи. Своими эмоциями после игры поделились лидеры команд соперниц. Надломал нас вот этот второй гол в большинстве, и за ворот тут тоже курьезность. Забили два гола удачно. А в третьем уже, мне кажется, соперник немного подсел, силы кончились. Мы были посвежее и закончили уверенную игру. Как итог ЦСКА ВВС после шести игр закрепился на пятом месте в национальном чемпионате. Следующие матчи летчики откатают снова дома в пятницу и субботу. Добывать победные очки предстоит у саратовского «Кристалла». Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. А на этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал «Самара ГИС» в кабельных сетях города, читайте нас в твиттере, скачивайте приложения и смотрите нас на экранах смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!